выехали на богат и сейчас уходим на тарас через тарас едем в кыргызстан это вот который вы цвет видите это реально он цвет воды нереально красивый у нас таких нету это точно я вам скажу проходим такой вид у нас суперский вот эта природа это наверное самое красивое место который только я видел мы все перестались еле 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 как прилетел над водой стаскивало ветром к горам прижался и вдоль гор вниз короче блин я думал все не прилетит смотрите чем нашли ну вид вообще обалденный особенно в ту сторону тем озерам там просто вот это вот чаша я офигел конечно ну дай бог вам тоже всем понравится конец выехали на улице 35 f5 ошибка у холодильника смотрите сейчас я уже все отодвинул и дал воздух с кондиционера попадает здесь было все запихано и воздуха получается только здесь дырочка и здесь перегрев получается f5 это компрессор перегрелся и все в защиту встал теперь сюда заходит холодный оттуда у нас протягивает сюда выкидывает дальше куда выкидывать не знаю но пока работает в общем все 5 градусов в холодильнике стоит на плюс 2 заехали в пекарню взять свежего хлеба и все их дорогу дальше расскажу выехали на бакат и сейчас уходим на тарас через тарас едем в кыргызстан наша локация находится там люди уже влад и максим максим я из другого города вообще он из казахстана не помню откуда он с узбекистана по моему и они встречаются там планировали выехать 11 но они перенесли даты хотя мы все запланировали вали на 11 и теперь мы их должны догнать на точке уже нам придется ехать всю ночь из-за того что они все перенесли хотя договаривались на 11 выезжать в общем все едем если что-то будет интересно покажу спустились с бокада и получается все попали в пробку еле-еле двигаемся попали в час пик сейчас у нас время пол седьмого все почти стемнело и спереди вот такие тучи там ураган молнии сейчас мы в него как раз заедем я так думаю спереди нереальные мощные молнии может быть получится заснять блин сейчас бы долбанула до чтобы молния на весь кадр вопад дождь начинается вот мы и попали вот даже щетки не справляются в этот ураган вот прям льет как сильно ехать даже возможно не видно гружаются а этот воткнулся и пегаси вот этому в жопу въехал так мерке на гелиусе заправились у нас было уже одно деление практически сейчас у нас 367 километров все едем дальше на границе говорят жопа нереальная просто пацаны там еще доехали до тараза получается разворачиваемся и вот так нас карта ведет сразу что ли направо проехали границу огромная очередь вот фуры видите в казахстан которые хотят заехать уже вот едем по кыргызстану пацаны проехали недавно они уже ушли у нас на точку а сейчас я вам покажу там просто нереальные перевалы вот так вот так и вот здесь вот такая вот дорога и не знаю сколько по ней нужно ехать чтобы туда приехать видите что тут творится и нам нужно приехать еще 130 чем-то километров у нас в общем вот сейчас мы здесь едем назад сделать 137 километров 16 часов показывает с половиной не знаю за сколько мы туда доедем сейчас у нас время половина второго по второго ночи в общем вот еще до сих пор не выехали мы проезжаем огромную плотину там так красиво было но мы едем ночью я не знаю сюда я попаду еще или нет чтобы это все увидеть там такой мощный фонтан воды бьет сейчас скорее всего мы поедем по по самой плотине тут к скалы прям вообще капец вона не смотрите ему их не видно нифига на камеру вот это блин уже я прям удивлен но нам надо догнать эти две машины влада макса и мы будем по максимуму ехать быстро здесь вот озеро скорее всего с левой стороны огромная по карте потому что она это тут видел в скалах прям едем едем по вот такой не скажу какое слово дороге разбитая раздолбанная уже амортизаторы прям мягко сделал колеса сдул думал по такой не поедем под асфальт в общем давление сдул надо еще спускать эти под я бы вам показал эту красоту но ее не видно мы едем по скалам вот таким красивейшим но блин не видать ничего в общем вот только так могу речка течет по каньону по какому-то едем так центральная трассу ушли налево здесь смотрите как булыжники такие я видел уже цвет фар по перевалу по верху едут они по ходу колеса стравил я еще у нас сейчас 1 8 надо по ходу накачать потому что здесь вот такая вот жопа вот видите дорога уже пошла хорошая догоняем в общем мы их она не внизу едут вижу спуск пошел уже спускаюсь уже скоро догоню их у меня все спят высота была больше 3000 по моему поднялись красивейший перевал я не представляю какой вид здесь днем потому что вот у меня фары сильно горят и все это нереальный на объем и очень большая высота жалко что конечно ночью если обратно здесь не поедем то я обязательно сюда еще раз приеду чтобы посмотреть мы их догнали вот спереди едут обратно оказывается здесь поедем и я вам покажу всю эту прелесть огромные эти горы и огромная высота там карьерская и все так вот такой мост будем переезжать сейчас что подержать а вон он завернули то железе как который выгнулась нам в рычаг в заднее почувствовал как уперлась теперь брод а чё вот он же мостик зачем он по нему проехал о колечки щас помоем или надо было заглушку вытащить а то потеряем фу там мозг камаз проедет даже заглушку заднюю вытащить сваркопа а то потеряем лево прям обрыв а здесь у нас лес дорога вот такие булыжники прям что там сильно обрыв миша у нас проснулся мама спит то спит то не спит все трясется ну в елочки уже заезжаем интересно вот так вот боком едем прям нереально боком сколько градусов сейчас покажу спускаемся вниз чтобы найти место где переночевать там сверху стоял mercedes спринтер я офигел конечно как он сюда приехал вот я свет включил что видно было внизу река очень красиво кстати вот такая вот каменистая дорога боком прям едем вот такое место с туями смотрите сейчас смотрим где встанем тут речка у нас вот идет там камни да вот здесь классно я подожди фару выключен какой тут запах часто тут и видел ту и растут выйди на улицу сейчас капец прикольное место в общем вот такое место непонятная там речечка рядом вот он вот здесь классная полянка может быть здесь встанем чистое смотрите прям вообще чистейшая красиво капец у нас рассвело все пока мы поставили так холодильник я вытащил вытащил с него пиво заморозку включу потому что мясо теплое взяли не замороженное вот палатку купили новую для вещей но мы в ней сейчас будем сами спать уже дети и супруга там ребята там поставили палатку все спать и потом дальше смотреть проснулись все холодильники минус 20 вот сейчас минус 19 мясо наверно замерзла все уже красивое дерево здесь прям под которым стали вообще спим в машине всегда но по-быстрому чтобы машин не раскладывать поставили вот эту палатку палатку купил на барахолке для вещей именно новая она с проклеенными швами чтобы дождь не промокал а то у нас вещи постоянно мокрые когда какой-то дочь идет вот это все палатку перекладываем в общем кушаем собираемся и едем на озеро сейчас я вас познакомлю с подписчиками здорово всем привет как тебя зовут пётр пётр не любит сниматься не удар андрей его зовут а это специально подпольная да вы видели этого человека я вам рассказывал про давление в горах и у проводил вот перекусываем и все идем наверх одну машину оставили и едем наверх доезжаем по максимуму до куда вам можно доехать и потом пешком три часа примерно топаем до озера погода непонятная но тучки вроде внизу стоят так снизу как бы вон там не лучше еще место было в общем смотрите mercedes sprinter низкая посадка и ровный пороги так что думаю ваши легковушки заедут сюда у кого будут вопросы проедет легковая машина но я бы не поехал вот это экстрим сейчас забуксует вывеситься а нет нифига проехал мы так не сможем наверное да мы так не сможем мы просто за раз сможем рада поняли уже начинаются блин смотри вот такие вот красоты в общем наслаждайтесь и забудьте подписаться на канал следующей серии будет не менее интересные потому что нас ждет очень много локаций и мы постараемся все их объехать завтра по плану идем на озеро которая 11 километров или 12 что такое и если дойдем конечно мы не подготовленные если дойдем то заснимем его это объемы да вот оказывается знакомый максовский супруга девушки эффект такой тоже красивая там он ледник наверное это что это камень или лед лед да ну ледник говорят вот это вот это вид нет у нас такого нету в казахстане вот такого нету у нас озеро вообще мега красиво смотрится с этой стороны вот это да ну реально нету у нас такого ребята засняли окаться машина улетела смотрите вот эти поворот как будто десятка штуры живее ничего не понятно блин живые интересно нет вот ледник видите ну все ладно мы пошли а то сейчас они утопали мы их не догоним с профессионал вот такие крутые спуски вон она тропинка до такая тропинка так смотрите по палочкам вот эти палки тяжелые это мы купили по полторы тысячи палка я думал что они отличаются только как бы по креплением но здесь беспонтовая вот эта ручка беспонтовая вот эта ручка в общем сперва думал для для детей ну попроще оказывается они намного тяжелее и вот эти ручки у них беспонтовые вот эти лямки те палки прям суперски те по 9000 пара эти полторы тысячи одна конечно если бы знал ох 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 вот это озеро красиво как если бы знал то купил бы все не хотел сэкономить просто думал разница в креплениях там видите как застегивается оказывается разница в весе и в лямках верхних и в ручках так что имейте ввиду такие не покупайте так дошли до камней и потихоньку по камням идем к озеру вот так вот по булыжникам чтобы вокруг вот так не делать круг подходим уже почти к озеру вот эта вода прозрачная какая с под камней выходит такое вот озеро первое до которого мы дошли второе за бугорком все идем дальше этот цвет просто вообще мега красивый почти подошли на то озеро на другое туда вверх идти которая высоко здесь такой вот нереальный вид конечно да вот этот цвет это только начало вот это и с этой стороны давайте глянем что у нас ох ты елки под водой прям лежат цвет это вот который вы цвет видите это реально он он такой сочный сочный это не цвета коррекция это такая вода настоящий цвет это одно из первых озер остальные там выше сейчас мы вдоль них пойдем цвет воды нереально красивый давай да занырнуть холодная миш юля тоже хочет в эту сторону такой вид там прям здесь вообще вам скажу вот таких скал как здесь гор нету нигде наверное у нас таких нету это точно я вам скажу наслаждайтесь этой прелестью природы супер-супер вид вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok но у нас время два часа по идее еще можем идти но потихонечку сейчас пойдем посмотрим докуда дети еще максимум могут пройти чуть выше мама наша подходит с юлей сейчас пролечу попробую заснять отсюда во озеро а Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Я хожу босиком, ноги отдыхают Здесь люди палаточный лагерь ставили Наши где-то там Ну, я получается посадил бы его Возле озера слева И пошел бы пешком От озера удалось отлететь от воды И потом, получается, вдоль-вдоль скалы и пошел краем между елок. Ну, вид вообще обалденный, особенно в ту сторону, к тем озерам. Там просто вот эта вот чаша. Я офигел, конечно. Ну, дай бог вам тоже всем понравится. Делитесь этим видео другим людям, чтобы они тоже знали, что такая красота у нас есть. Подписывайтесь на канал. Буду радовать вас новыми роликами, не менее красивыми. Еще впереди много серий Кыргызстана. Вот нас, оказывается, знают. Сейчас расскажут. Не с Бурундая, говорит, случайно? Как зовут? Оля. Привет. Привет, из Бурундая. Ты сама с Бурундая? Да, конечно. Да, ну ничего себе. Как ты попала сюда? Как я попала сюда? Ну, хожу по горам, вот в компанию пришла. Вообще мы ездим на дорожниках с ребятами. Серега, наверное, знаете. Много у вас тоже было. Наверное. Калица. Ну, нас много знают. Мы, получается, вообще соседи. Да, соседи. Очень приятно. Классно, что вот так вот встретились на другом конце света. Они про вас все рассказывали. Я про этот канал даже не смотрела. Но мои говорят, что мы кайфуш увидели. Вот у них все. Маршруты знали. Погнали туда. Ну, классно. На озеро идете? Да. Ну, все. Вот до той горы и за горой озера. Там вообще красивый вид. Супер. Ну, да. Классно. Ягоды берете, раздавливаете. Прям пихтой пахнет. Нереально вкусно. Обязательно попробуйте, кто пойдет и увидит. Это вообще супер, супер. Миша, молодец. Немного поднялся. Посмотрите, это ущелье. Фух. Такой джаляу. По идее, по нему завтра пойдем. Не знаю, докуда мы дойдем. А здесь у нас вот так вот, в общем. Спускаемся вниз. Они хотят все искупаться. Сейчас попробуем. Ох, вода красивая какая. Тут сказочный вид прям. Когда ветер дует, вода, шок, мутная становится. Такая не мутная, а рассеивает все. Как вода талая с холодильника. Смотрите, тут прям пропасть сразу, глубинище идет. Наконец-то я попил. Взяли одну бутылку литровую на всю толпу. И вода уже кончилась на полдороги у нас. А вон елочка внизу. А здесь прям пропасть. Вот видите, с той стороны скалы. Вот глубина и туда уходит. И здесь точно такая же. Вот она. С квадрокоптера хорошо видно было. Чуть не упал. Макушка елки вон она. А? А? Я паузу ворку взяла. А что ты? Юля! Цвета просто мега красивые. Вот так вот. Здесь оказывается есть тропинка. По ней можно идти спокойненько. А там по камням прям лезли. Все в валунах. А здесь видите, кто-то расчистил. Ничего себе. А скорее всего люди почистили камни эти. Спасибо большое. Вот смотрите, гора была. И все. Остальное камни. Здесь скорее всего была огромная гора. Она развалилась и сюда все это ссыпалось. Потому что прям вот видите, зеленая и все, обрыв. Как вот клочок оторвали. Скорее всего огромная была гора. Она рассыпалась. Либо сель мощная какая-то пришла. Забыл сказать. Миша, Соля и скупались. А? Нырнули. Если бы вы были в купальнике, я вам бы показал это. А так извините. Во. И поэтому получилось то озеро. Камни закрыли. Путь. Речки. И она наполнилась. Мы шли и не видели, какой здесь утес мощный. А машина вот там сверху стоит. Вот на бугре. Вот так идешь. В одну сторону идешь. В одну сторону идешь. Один вид. А в другую совсем другой. Почему мы не повернулись, даже не посмотрели. Сейчас покажу. Вот ветром с водой. Смотрите, какую чашу вымола. Вот это высота. Я не знаю, сколько здесь. Километров вниз, нет? Метров пятьсот, наверное. Все, уже почти до машин дошли. Устали все. Мы вообще неподготовленные. Но дети молодцы, выдержали. Но мы бы могли до озера, по сути, дотопать. Да, Оль? Ну просто, видишь, детки начали. Устали. А сейчас мы до машины дойдем. А у нас там холодное пиво в холодильнике лежит включенным. Полный холодильник. Причем, вот же, когда обратно шли, у тебя и мозолька встала. И сейчас, когда мы приедем на лагерь, мы начнем кайфовать. Как название нашего канала. И потом вы поймете Кто до сих пор не понял Почему канал называется так Потому что мы любим Это делать, покайфовать На природе И показать вам этот красивый вид Ох, отсюда как сейчас Все, последний вот подъем И мы наверху Мы добрались Последний подъем метров 200 Вот так вот У нас в холодильнике минус 1 Хотя 2 градуса стоит Мясо ночью заморозили Хочу про рюкзак сказать Рюкзак супер Очень удобный, не давит Все регулируется, много всяких застежек В общем Будет розыгрыш Повторяю этого рюкзака Следите за роликами В начале я скажу когда будет розыгрыш Нужно будет подписаться На канал На инстаграм мой И Македонск Македонск интернет магазин Который Македонский Z Нужно будет Чтоб вы были подписаны И Разыграем этот рюкзак Не этот, а такой же новый Не пропустите ролики В эту сторону Смотрите Сейчас у нас уже солнце Под другим углом И цвета такие классные Конечно здесь Очень большой масштаб Всего этого Камера этот эффект не передает Но масштаб огромный Гор И когда мы поедем По перевалу Обратно Там вообще я не представляю На какую высоту мы поднялись Ночью Когда ехали В начале этого ролика Когда я говорил Серпантин Кутые подъемы В общем В конце ролика Вы это все увидите Вот смотрите Когда стоишь здесь И смотришь своими глазами Почему Когда Чем дальше от горы Тем она больше кажется Когда я стоял на горе Сверху где стояла машина Вон та гора Казалось Далеко Которая с озером И была далеко И маленькая Чем отъезжаешь дальше От горы Тем она больше И здесь как будто Она в 10 раз больше Вот кто знает Что за эффект такой Обманчивый Вот смотрите Держу по уровню Вот такой вот боковой крен Здесь И дорога Такая вот С камушков Заброшенная Вся Если кто поедет Нужно съезжать сюда И вставать в деревьях В классном месте Как вот мы стоим Вот деревья Вот смотрите Какие поляны здесь есть Офигенные Вон туда Дальше А мы стоим дальше Это не доезжая Километров 10 Наверное Или 5 До верхней части У нас где-то тут Должна стоять машина И наша новая палаточка Все Установил солнечную панель Поставил заряжать аккумулятор И потому что у нас От аккумуляторов Работает холодильник Про солнечные панели И про всю систему Энергозаряжания Расскажу в следующем ролике Не пропустите Такой душ поставил Сейчас я пойду мыться Чтоб свой не ставить Он помылся уже Разожгли костер И все Покушали Шашлык сегодня Не стали жарить Что-то не до шашлыка Планы Оказывается Переменились И у нас Завтра Мы не идем На те озера В то ущелье Потому что Все устали Мы думали Мы пойдем Докуда вот дети дойдут Дальше я сам Пойду Чтобы заснять все это Ну либо взлечу И полечу Чтобы посмотреть Ну Оставим на следующий год Эту локацию Не все сразу Получается Завтра высыпаемся Хорошо И собираемся Едем Я вам показываю Перевал По которому мы ночью ехали Едем на ГЭС Которая Мощная Огромная ГЭС Снимаю ГЭС А потом Куда-то Они сказали Едем на какую-то локацию Там уже по времени Определимся Как будет И Скорее всего Будет уже Следующая серия Сейчас Ставим Чай на костер Чайник И получается Пьем Чай Все Не знаю Что говорить Вот такой классный Костер разгорелся Тепло Офигенно Я пойду Помоюсь Чайник пока закипит И завтра Выезжаем Все Все уже спят Мы остались С Владом И хочу Рассказать Про фонарик Он изначально Делал Выключался Включаешь Только он чуть Подмерзает И вот Что он делает Он сбавляет И выключается Просто И это было Изначально Я поменял Аккумулятор На фирме Где купил фонарь Думал Из-за аккумулятора Сейчас 7 градусов На улице Как только он Подмерзает Вот такая Вот у него Получается Картина В общем Что хочу сказать Заказал Сейчас С России Фонарики И я вам покажу Потом Про эти фонари Армитек Называется Там один идет Налобный Новый он Промакс Который С толстым Аккумулятором Тактический фонарь Для ружья Для охоты У нас запрещено Но Я вам покажу Как это все Цепляется Делается Это будет уже Когда мы поедем На рыбалку В сентябре Покажу про эти фонарики И маленький Такой Он там Ну для палатки Для всяких вещей В общем Кому интересно Будет Ролики Будут осенью Проснулись утро И сейчас Я просматриваю Видео Как я Летел Сопротивлялся С ветром Когда чуть не потерял Коптер И кому интересно В конце этого ролика Какой бы ролик Длиной не был Я вставлю Это видео Полностью Квадрокоптер Может лететь Со скоростью 70 км в час И вы посмотрите Где он прям Упирается Не может лететь Прям вот От начала И до конца Как я прилетел Вставлю с озера И когда он останавливается Это настолько Дует сильный ветер Что он просто Не может лететь И я вот так Вот так Прям над елками Над кушарами Кое-кое как вернулся В общем Кому интересно В конце ролика Посмотрите Полную версию Как я Чуть не потерял Вертолет И хорошо Что был усиленный Аккумулятор Я начинал Возвращаться На 65% Если бы был Обычный аккумулятор Я бы даже До половины Не долетел Вот Так что Смотрите В конце ролика Это кому интересно Браво Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok